В советское время суд при разводе, как правило, оставлял ребенка с матерью, а все вдовцы стремились как можно быстрее жениться. Одинокий отец был огромной редкостью. Наших героев знала вся страна, но мало кто догадывался, что это мужчины, которые в одиночку растят детей. Фрунзик Макрчан. Маленький смешной человек, чьи роли дарили радость всей стране. Виктор Мережко, создавший сценарии, ставших классикой советских фильмов. Диктор Юрий Левитан. Главный голос страны, любимец Сталина и личный враг Гитлера. Борис Хмельницкий. Мечта миллионов женщин. О том, что они, отцы-одиночки, знали только самые близкие люди. В советскую эпоху такое явление было огромной редкостью и фактом, который мужчины предпочитали скрывать. А почему вы с Лешкой одни живете? Так получилось. Вообще это плохо, когда мужчины одни. Вот это тот час икс, когда вдруг раз, происходит мобилизация всех внутренних ресурсов в организме. Их, кстати, серого вещества. Кто-то, конечно, да, ломается. Кто-то спивается, кто-то не может выдержать испытаний. А кто-то, наоборот, становится еще сильнее. Актер Петр Рептин сыграл немало ролей в немом кино. Но страна запомнила его и полюбила по фильмам со звуком, где ему доставались уже только маленькие роли. А ухеши-хешники в голове прорешники. Он был правой рукой Мейерхольда и в кино попал случайно. Знаменитым проснулся после фильма «Подкидыш» благодаря бесподобному дуэту с Фаиной Раневской. Муля, не нервируй меня. Удивительно, что после этого фильма Раневскую звали Мулей. Хотя Муля была не она, а Муля был это ее незадачливый мужичок. И она к нему обращалась. Муля, не нервируй меня. Муля, отойди. Она не хочет тебе рассказывать. Она тебя боится. Почему? Муля. Всенародную любовь Петр Рептин воспринимал весьма спокойно. С годами он подустал от суеты и поклонников. И особенно от поклонниц. Женщины просто не давали ему прохода, считая идеалом мужчины. Романы у него в жизни были. Очень много романов. И один раз он всего лишь был женат. Самый первый раз по молодости. После этого, после развода, он решил больше не жениться. И всегда говорил, невозможно, ненавижу женщин. Все женщины отвратительны. Он жил один, занимая комнату в огромной коммуналке. Семейного гнезда ему видеть не хотелось. Соседям не нравилось, что он часто ходит по коридорам пьяным и принимает очень жумных друзей. Рептин обожал застолья с гитарой и вином, споры и песни по ночам. Словом, был настоящей богемой. Талантливым человеком, живущим искусством. И далеким от стереотипов общественной морали. Работы и веселые посиделки с коллегами. Романы, обильные возлияния. Переживания по поводу ролей. Какие дети? Это совершенно из другого кино. Но однажды он получил письмо, читая которое, чуть не рухнул с сердечным приступом. Незнакомый человек писал ему, что у него есть четырехлетняя дочь, мама которой умерла. Эту женщину, с которой у Репнина был короткий роман, он вспомнил с трудом, но сразу решил, что возьмет ребенка к себе. Ему было тогда 44 года. И сам воспитывал, никому не разрешал. Тетушка была бездетная, просила его, чтобы он отдал меня ей. А он сказал, нет, вы женщины, вы мне ее испортите, я ее воспитаю сам. Мама! А мама в командировку уехала. Раз-раз и отправили. Ну, а ты тут пока поживешь. Что происходит с закоренелыми холостяками, у которых неожиданно в жизни появился ребенок, показано во многих советских фильмах. Ну вот, здесь мы и будем жить. Что? Сразу, с первого взгляда, полюбить подкидыша мужчина не может. И уж тем более решится на роль отца-одиночки. Но Петр Репнин стал любящим и преданным отцом в первую же минуту знакомства с дочкой. Он быстро освоил все женские обязанности. Готовил, убирал и гладил, заплетал косички. И дал своей Оле ощущение настоящего дома. Каждый месяц Петр Петрович устраивал дни рождения своей любимой Оленьке. И собирал актеров с бутыльников. Прихожий при этом вешал в сплакат. У кого страшная рожа, кроватке не подходите. Сахов и украл эту девушку. Правильно, украл. И в землю закопал, и надпись написал. Вы послушайте. Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль. Он по-прежнему оставался видным мужчиной. И десятки женщин готовы были стать его второй половиной. И взять заботы о боли на себя. Но он окончательно закрыл эту тему. Интрижки на стороне себе позволял, но жениться не стал бы никогда. Он очень любил свою дочь. И ввести в дом женщину, чужую для дочери, тем более в 17-метровую комнату, он не мог себе позволить. С ним. Было очень хорошо мне. Но никто мне не нужен. Он жил ради дочки и ревновал ее к подружкам, к старушке-няне, а потом уже к взрослой жизни. Когда Оля выросла, вышла замуж и покинула его комнату в коммуналке, он очень скоро умер. Он вообще не мог находиться один. И это как-то очень, видимо, отразилось на его настроении, на его здоровье, чем быстро его не стало. С юридической точки зрения, понятия «отец-одиночка» официально не существовало. Нет его и сегодня, так как мужчина не в состоянии сам родить ребенка. Но о формальном статусе и как его хочет называть государство, какую помощь готова предложить, актер Борис Кмельницкий никогда не думал. Он вырастил любимую Дашу один и считал свою личную историю абсолютно нормальной. Никакой трагедии, никакого надрыва, никому и в голову не приходило пожалеть этого счастливого мужчину. Мой папа обладал феноменальным характером. Он был счастлив и доволен тем, что он вообще существует на Земле. Ему это безумно нравилось. Он получал от этого огромное удовольствие. Как звать тебя? Мое имя Робин. Когда искали артиста на роль Робин Гуда, автор сценария Сергей Тарасов сказал, «Я писал это под конкретного человека. Он и в жизни Робин Гуд. И зовут его Борис Кмельницкий». У Бобика эта визуальная красота сочеталась с внутренней красотой. Знаменитый актер Борис Кмельницкий был много лет влюблен в Мариану Вертинскую, еще с времен института. Когда она наконец ответила на его чувства, ему было уже 35. У Хмельницкого была слава закоренелого холостяка и бабника. Марианна Вертинская уже побывала неудачно замужем. Одна растила дочь, была знаменитой артисткой, но, как и любая женщина, хотела иметь семью. Уже почти в конце жизни я спрашивала, «Все-таки ты до сих пор любишь Машу?» Он всегда так и делал. Внутри улыбался, говорит, «Нет». И сам, я говорю, «Все понятно». Нет, да. Маша любила всю жизнь, да. Но я вам могу сказать, что я знала еще нескольких женщин, которые тоже претендовали на роль единственной в жизни. Поэтому вообще их было много, женщин. Слово «секс-символ» тогда в Советском Союзе не было. Но был и секс, и символы настоящей мужской привлекательности. Женское внимание к Хмельницкому носило форму массового психоза. И актеру очень нравилось. После спектакля в театре на Таганке или просто едя по улице, он в любой момент мог попасть в кольцо восторженных поклонниц. Обступят там девчонки или не девчонки, неважно, автограф, все прочее. А надо ехать, там машина ждет, боль. Ну сейчас, сейчас погоди, сейчас, сейчас погоди, сейчас погоди. Минут 20, погоди. Там уж обступили, поют дифирамбы, там, ой, да подпишите, ой, да расскажите. Был ли он готов прожить с Марианной Вертинской долгую жизнь? Наверное, был, но не смог. Часно пришел и зашел и говорит, «Ты не можешь мне рассказать, как мама с папой прожили 50 лет?» Я говорю, не получается. Вот нет. Мариана продолжала встречаться с друзьями, проводить время в ресторанах. Хмельницкого часто мучила ревность. Да и сам он никак не мог вжиться в роль женатого мужчины и по-прежнему был в центре женского внимания. В 1978 году у Марианы Вертинской и Бориса Хмельницкого родилась дочь Даша. И спустя несколько месяцев они расстались. Мариана Вертинская вспоминает, «Я пробовала одна-двоих воспитывать, но не смогла. У меня была большая нагрузка в театре, на телевидении. Я просто не справлялась с грудным ребенком и девятилетней девочкой, которая училась в школе». Хмельницкий Дашу забрал себе, еще грудным младенцем. И поступок этот потряс его коллег и друзей. Они считали, что ребенок – невероятно тяжелая ноша. И для артиста, который живет кино и театром, совсем не под силу. А он говорил всем, что все для него оказалось просто. Как отец был, просто потрясающе. Просто мы с ним пересеклись, он сказал, что когда баба начинает, говорит, пеленки, ты педофигня, это элементарно. Это так, говорит, легко. Это все эти каши, пеленки, запросто. Пока Даша была совсем мала, она много жила у бабушки и дедушки, и у тети Луизы. Но когда чуть подросла, навсегда поселилась у отца. Ранним утром он готовил ей свой фирменный омлет, вез до школы на машине, хотя она была совсем недалеко. Кто-то назовет это гиперопекой, кто-то – огромной любовью. Он даже запретил ей делать уроки. Говорит, господи, бедный ребенок, у тебя не будет детства. Не надо делать зоомашнее задание. Я говорю, а что делать? Мне же проверяют дневник, он сказал, напиши, что папа сказал, уроков не задано. И у меня было написано в дневнике стабильно. Папа сказал, уроков не задано. Она такая и в школе была непослушная, могла дерзить учительницы, и вызывали. А Боря приходил, говорит, а Даша права, вы бы учителям говорили, что они правы. Борис Хмельницкий был в расцвете сил и на пике популярности. Один роман сменял другой, и в какой-то момент он решился на повторный брак. Но эта женщина погубила их отношения предложением отправить Дашу к бабушке или тетке. Боря, давай сделаем так, сын будет с нами жить, ее сын, а Даша пусть перейдет туда. Боря сказал, я детей на жен не меняю. И они расстались. Если в советском кино показывали отца-одиночку, то, как правило, он растил мальчишку. Мужчина, который один воспитывает дочь, такого быть не может. Ничего не получится. Девочка без мамы вырасти нормальной не может. Спасибо за участие. Без матери совсем без руководства осталось. А вот, а будь причесать некому. Тетка у нас, правда, живет. Так я ей в обед сто лет. Перед нею нет примера матери. Нет примера женщины. Как себя вести? Если она выросла только с отцом, она станет мужеподобной. Она станет мужчиной. Она вечно будет доказывать, что эти женщины, они некой... Она будет идти по человеческим телам. Марьяна Вертинская звонила своей дочери раз в неделю. Могла не видеть Дашу месяцами. У нее была насыщенная жизнь. Съемки, спектакли, гастроли. Мужчины. В свой дом она приглашала Дашу редко. Приезжаем в этот дом, и Дашенька, она бывала там. И она смотрит на окна этого дома, сзади сидит, и как будто сама себе говорит. Как будто сама себе, я за рулем. Я знаю, что мама меня бросила, но я все равно ее люблю. Женщина, которая отказалась от своего ребенка, всегда вызывала в советском обществе глубокое осуждение. Считалось, что так поступают исключительно обитательницы социального дна. Но такой поступок могла совершить и благополучная женщина во имя карьеры или во имя новой любви. И брошенному мужу всегда было очень трудно объяснить, как такое могло случиться. Факт того, что мать бросает детей, это, понимаете, из ряда вон. Никогда в истории, это редкие случаи, когда женщина, даже звери не отказываются от своих детей. Ее в роду просто изгоняли эту женщину. Ее не признавали. Как мать, как родственность, ее весь род отгонял. Она была изгоем. Но история одинокого отцовства Бориса Хмельницкого опровергает слова всех экспертов. Его бывшую жену, Мариану Вертинскую, любила и любит вся его большая семья. Никто изгоем не сделал. Я к Мариане всю жизнь отношусь с огромной нежностью. Она очень такая добрая, естественная, без всякой фоноберии. Даша Хмельницкая выросла женственной и доброй. Ничего мужеподобного в ней от отсутствия мамы нет и считает себя абсолютно счастливым человеком. Там такая семейная любовь потрясающая. Ой, там обожали друг друга все. Луизочка, Луизочка, Боречка, Боречка. Для меня папа – это действительно самый близкий, самый добрый, самый нежный человек в моей жизни. Человек, который меня всегда защищал, который давал мне огромное чувство уверенности в себе. Действительно, такой защиты, такой стены, с которым я всегда знала, что мне ничего не страшно. Но слепая любовь одинокого отца к своей дочери может закончиться настоящей трагедией. Юрий Левитан – главный голос Советского Союза, голос Великой войны, огромной эпохи. Мужчина, для которого дочь стала главной женщиной жизни. Наташа единственная повелевала им, была возведена им в ранг царицы своей, царицы дома. Рада, что Юрий Борисович хоть не узнал, какая трагедия случилась с дочерью и какая трагедия случилась с его любимым внуком Борисом. 5 февраля 2006 года в милицию позвонили жители престижного дома в районе Тверской и попросили срочно приехать. Они были напуганы огромным красным пятном, появившимся на потолке их квартиры, которая становилась все больше и больше. Вон стали капли падать, и они вдруг поняли, что это кровь. И они вызвали милицию. Милиция вскрыла дверь квартиры Левитана и увидели, что тело дочери Левитана лежит на полу. Рядом с телом убитой дочери Левитана метался ее сын Борис, который ужаснул милицию своим безумным видом. Его мать лежала в огромной луже крови. Было видно, что причиной смерти стали страшные травмы. Позже выяснилось, что избил ее до смерти собственный сын. И пытался потом привести в чувство, поливая водой. Верий Борисович сделал из своей дочери Натальи королеву, кумира, как говорят, избалованного ребенка. Он просто души не чаял своей дочери, разбаловал ее. Отсюда пошла порочная цепочка, разбалованный внук. И, как следствие, те ужасы, что случились с ним. Юрий Левитан был маленьким, щуплым, немного нелепым, удивительно скромным. Но возле микрофона он превращался в сильного, брутального мужчину. Казалось, что обладатель такого голоса высокий и плечистый. Глыба, а не человек. Вознаменование одержанной победы. Столица нашей родины, Москва, от имени родины, салютует нашим доблестным войскам. Воевал голос. Голос Левитана воевал. Прошел всю войну. Его обожали. Но всегда бывает плата. Плата за успех, плата за талант. И вот этой платой стала неудачная личная жизнь. Женился Юрий Левитан в 1939-м. Раиса была симпатичной студенткой Института иностранных языков. Через год родилась дочка Наташа. А потом началась война. Левитан почти не видел свою семью. Он постоянно отсутствовал дома. Эфир был живой. И работать приходилось круглые сутки. Жене знаменитого диктора было скучно. Такая семейная жизнь казалась ей просто ужасной. Они протянули вместе 10 лет. Но в какой-то момент Раиса заявила, что собирается уехать из дому. Ей нужен развод. Она нашла другого мужчину, с которым наконец поняла, что же такое настоящая любовь. Она хотела начать новую жизнь, исправиться, все изменить, потому что Левитан много работал, не уделял время Раисе. И Юрий Борисович сказал жене, пожалуйста, если ты полюбила другого, иди в ту семью и живи там, а Наташа останется со мной. Причем осталась не только Наташа, осталась и теща. Так они и зажили втроем. Брошенный муж Юрий Левитан, его любимая дочка Наташа и теща, которая взяла на себя бытовые заботы. И главной считала уход за Левитаном, чье слабое здоровье требовало паровых котлет и супчиков, а израненное сердце – покоя и тепла. Теща безумно любила Левитана, безумно. Она ему готовила, они хорошо общались, она его всегда поддерживала, все делала. Кто из брошенных мужей, когда жена уходит к другому, способен понять ее и простить, да еще и дружить с ней потом – история знаменитого диктора Юрия Левитана «Из ряда вон». Жена сначала наставила ему рога, потом бросила одного с ребенком, а он продолжал с ней общаться, как ни в чем не бывало. Со своей женой Раечкой, он всегда ее так звал, я не помню ее отчество, он не порывал отношения всю жизнь, и всю жизнь заботился о ней. Интересовался, у тебя деньги есть, нет, даст на отдых деньги. Был очень добрый человек. И бывшая супруга с удовольствием пользовалась деньгами и поддержкой Левитана, и никто и никогда не сказал ей ни единого злого слова, несмотря на предательство не только мужа, но и собственного ребенка. Левитан принимал ее нового избранника в своем доме как родного человека, продвигал, используя высокие связи по служебной лестнице. Они вместе отмечали все праздники, и Левитан всегда накрывал роскошный стол. В русских семьях как? Да там видеть не могут своего соперника, его готовы убить. Юрий Борисович с ним дружил. Согласитесь, это все очень необычно. Когда Раиса стала вдовой, она попыталась вернуться к Левитану, но он ее не принял. Ему было хорошо в роли отца-одиночки. Главной женщиной для него стала дочка Наташа. Она выросла в достаточно бестолковую и ленивую женщину. Плохо училась, не хотела работать, имела набор неприятных странностей. Но любовь отца к ней всегда была безгранична. Понимая, что дочь не блещет умом, Левитан комментировал свои поступки с юмором. И ласково называл «моя дура». Он очень любил ее, опекал, относился как к маленькой, даже когда она превратилась во взрослую тетку. В 70-е годы работы у Левитана было немного. Его голос ассоциировался с Великой Отечественной войной. И как применить его в мирное время, начальники всесоюзного радио не знали. Не хотели слышать голос Левитана. Говорили так, что нельзя таким голосом объявлять сводки с прачечной. Для человека, который отдал все ради работы, это фатально. Он переживал это все в себе. Денег у него стало намного меньше, чем в былые годы. Но он по-прежнему страшно баловал свою Наташу. Она могла вообще не работать. На помощь в любой момент приходил отец. А когда она забеременела, он просто сошел с ума от счастья. Он всегда им давал ежемесячно определенную сумму. Очень был рад чем-то внуку помочь. Я выхожу утром, говорит, а Боря меня ждет. Дед, дай 3-5 рублей поиграть в эти автоматы. Я говорю, даю, конечно. Он делал это с удовольствием. После смерти Левитана его дочь осталась совсем одна, без копейки денег и привычки к какому-либо труду. Одна надежда была на сына. Но Борис работать тоже не стремился. Без денег и постоянной заботы Левитана они еле сводили концы с концами. Борис еще при жизни деда начал употреблять наркотики. И теперь не знал, где брать деньги на дозу. Соседи часто слышали шум. Мать и сын очень громко и некрасиво ссорились. Безграничная любовь Левитана сыграла с ними злую шутку. Ну вот избалованная дочь. Отсюда внук, который имел все, все, все. По-моему, даже не понес никакого наказания, поскольку он был нездоров. И вот несколько лет назад его тело тоже было обнаружено в одном из лесов. Так что, конечно, финал жизни оказался, всей семье оказался очень трагически. Чаще всего отцами-одиночками становятся из-за смерти жены и матери детей. И заливать свое горе водкой, уходить в многолетнюю депрессию, таким мужчинам никак нельзя. Ведь они не должны оставлять своих детей полными сиротами и добивать их еще и потери отца. Когда от тяжелой болезни умерла жена сценариста Виктора Мережко, он остался один с двумя детьми. Но об этом знали немногие. Для широкого круга друзей и коллег он оставался уверенным в себе жизнелюбом, мужчиной без проблем. Производил впечатление все время такого благополучного, спокойного, счастливого человека. Любимца женщин, любимца публики, с потрясающей семьей, никто не знал личные граммы. Он стал еще сильнее. Я даже думаю, что он сам не подозревал, что он внутри так загруппируется, и так возьмет все на себя и будет действительно для своих детей кормиться, и появится самым главным человеком в жизни. Считается, что женщина бережет тепло и создает уют, а мужчина добывает деньги и редко бывает дома. Что дети гораздо ближе к маме, потому что она дает им ласку и нежность, а папа – это строгий судья, который выносит приговоры и назначает наказание. Когда я остался один, это, я так для себя сформулировал, сделать детей друзьями моими. Ребенок не должен бояться, особенно если он ущербен, а оставшись без матери, он так или иначе становится ущербным. Он должен не бояться подойти к отцу и посоветоваться. Может ли мужчина заменить ребенку мать? В советское время считалось – однозначно нет. У мужчины другие задачи. Главное – труд и служба на благо Родины. А забота о потомстве – это женское дело. Детей, которых растили отцы-одиночки, называли глубоко несчастными. И считалось, что их одинокий отец как можно скорее должен жениться. Я вот что думаю, папа, прошел год со дня смерти мамы. Не век же тебе мучиться одному. У меня есть знакомая, удивительно добрая женщина. У нее есть своя отдельная квартира. Дело, конечно, не в квартире, хотя это и важно. Так вот, папа, почему бы тебе не переехать в город? Когда ты приводишь в дом женщину, где двое взрослых детей, то возникает естественный конфликт. Она никогда не будет любить моих детей так, как любила мать ушедшая. И она будет мешать мне любить моих детей, потому что я буду разрываться между двумя – между женщинами и моими детьми. Поэтому я для себя сказал – нет. Одиноким отцом был и знаменитый певец Марк Бернес. Человек с очень тонкой внутренней структурой, чья личная жизнь всегда была сложной. Женился он рано, в 23. Паула, в отличие от него, парня из глухой украинской провинции, была образованной девушкой, коренной москвичкой. Все было хорошо, только не было детей. Дочь у Бернеса родилась через 20 лет семейной жизни. Темная ночь, только пули свистят по степи. Он действительно был очень яркий артист, и харизма, правда, была невероятная у него. Первой женой Марка Бернеса была знаменитая московская красавица, одна из самых красивых женщин Москвы. И вот удивительно, что Бернесу никто не завидовал. Все понимали, что это все справедливо, потому что у такого статного мужчины, каким был Марк Наумыч, жена должна была быть под статью. Но через два года после рождения долгожданной дочери жена Бернеса умерла от рака. И в день, когда он собирал ее вещи, чтобы унести из дому, в его голове пульсировала мысль, что делать с малышкой. Сможет ли он вырастить девочку один? У нас есть стереотип, что мужчина, он обязательно вот такой, он где-то там непонятно, где зарабатывает деньги или не зарабатывает, в общем, где-то его там черти носят. А ребенок, если он один и нет у мамы, будет ободранный, неопстиранный, голодный, неухоженный. Борьба с бытом давалась Бернесу очень тяжело. Он был артист, человек далекий от житейской возни. Если бы были деньги, он мог бы нанять домработницу и няню, но он жил почти в нищете. Из-за тяжелого характера его редко звали в кино, копейки платили за концерты, а в конце 50-х и вовсе началась масштабная травля артиста. Было заведено уголовное дело на Бернеса, который будто бы давил милиционера, который лежал у него на капоте, нарушал правила уличного движения. А в газетах появились уничтожающие Бернеса фильетоны, в которых говорилось о страшной пошлости его песен, о том, что он зазнался и на самом деле абсолютно пустое место. И вся Москва знала, это месть соперника Марка Бернеса, зятя Хрущева Алексея Джубея. Они оба претендовали на любовь одной и той же известной артистки. Победил Марк Бернес, но этот короткий роман ему слишком дорого стоил. Когда его подвергли такому унижению, заклеймили весь его творческий путь, ошельмовали его как уголовника, как человека, который пошляк, поет какие-то, возрождает якобы какие-то воровские песни, он полностью был лишен возможности заработка. Он был сломлен. Он впал в очень тяжелую депрессию, которая длилась очень долго. Но когда его дочка Наташа пошла в первый класс, за парту к ней усадили симпатичного мальчика Жана. Дети подружились, а потом познакомили своих родителей. В жизнь Марка Бернеса вошла Лилия Бодрова, жена успешного дипломата, мама одноклассника Наташи. И уже понимая, что это, в принципе, хотя и знаменитость, но очень серьезный, очень хороший, добрый человек, вот тогда она его полюбила. Вот уже по-настоящему полюбила. Лилия Бодрова ушла от мужа и вышла замуж за Бернеса. Это были счастливые годы. Она стала прекрасной мамой для Наташи. Бернес понимал, что ему просто сказочно повезло. Найти для себя женщину, вот ту, которая будет тебя любить, а тем более которой можно доверить на воспитание свою маленькую дочь, которой души не чаешь, это очень и очень большая проблема. Женщина должна быть проверенная, надежная и 100% надежная. Не просто надежная, а железобетонно надежная, как сказал бы профессор Преображенский у Булгакова. Женщина, железобетонно надежная женщина. Но несмотря на то, что у Наташи наконец-то появилась мать, что в доме был наведен идеальный порядок и пахло пирогами, в новом браке Бернес прожил недолго. Смерть первой жены, испытания одиноким отцовством, сопутствующие этому травле творчества, нанесли здоровью артиста смертельный удар. Откуда возникает рак, онкологическая болезнь? Она развивает от чувства обиды и несправедливости, если есть предрасположенность какая-то в организме. Вот это и случилось с Бернесом. Одинокое отцовство – невероятное испытание для любого мужчины. Нужно отказаться от всего, что раньше приносило радость. Лежание на диване, алкоголь, общение с друзьями – типичных мужских хобби. Надо исключить все свои привязанности, которые у него были до того. Та же машина в гараже, которую надо постоянно обслуживать. Все, в гараж не пойдешь. Баня хотя бы раз в неделю с друзьями. Это психологическая разгрузка. От этого надо отказываться, потому что дети одни. Скорее всего, ребенок не захочет, чтобы у него появилась другая мама. И ради его душевного комфорта придется жить без женского тепла и ласки. Ты что, жениться собрался? Ну, а если бы и так? Ты что скажешь? Нет. Фрунзик Мкротчан. Как правило, снимался в комедиях. И широкий публике сказал, что и в реальной жизни он смешной и веселый. Извините, я думал, что я один. Я сейчас там так хохотался. Эту фразу он придумал сам и выдавал на съемках гениальные экспромты часто. Его лицо, огромный нос, глаза и лохматые брови вызывали у публики восторг. Он мог бы вообще молчать, и все бы смеялись. Его талант вызывал во мне радость. Я хохотала все время, когда он что-то говорил, кудахтала, как курица. Но при этом Фрунзик Мкротчан был глубоко несчастным человеком. Еще в юности он пережил огромный удар. Настоящие шекспировские страсти. Его возлюбленную звали Джульетта. И ее родители воспротивились свадьбе, разлучив навсегда молодых людей. А потом в театральном институте он встретил Донару. Актрису, известную нам по небольшим эпизодам. Ничего у тебя не видит. Укрась такую девушку. Спортсменку. Комсомолку. И поначалу-то все было неплохо. Родилась дочь, родился сын Вазген. Фрунзик Мкротчан работал в Ереванском театре. И часто отлучался из дому на съемки кинофильмов. За короткое время он стал просто национальным героем. Армения его обожала. В семье появился достаток. Любил работу. Он был трудоголиком. Ему нравилось сниматься. Ему нравилась роль. Он был самоотверженным. Вот захотелось режиссеру, извините мне, чтобы со второго этажа ему на голову упал портфель. Не всякий артист захочет, чтобы ему на голову падал портфель. А Фрунзик к этому отнесся легко, спокойно и с удовольствием. Борис Иванович, вы забыли свой портфель. Ловите. Ой. Простите, пожалуйста. Донара служила с ним в одном театре, но роли получала редко, в основном сидела дома. Ссоры между супругами начались уже через пару лет после свадьбы и становились все страшнее. Макарчан все чаще говорил себе, что вообще не понимает мать своих детей. Жена устраивала ему страшные истерики прямо в театре. Мучила ревностью к работе, к женщинам, к успеху. Потом начались совершенно необъяснимые поступки. Она кричала без повода, лезла драться, била посуду. Донара совершенно забросила детей. Что делают ее сын и дочь, как учатся, во что одеты и что ели, ее совершенно не интересовало. Приехав после работы домой, Макарчан все чаще видел полную разруху. Грязные, голодные дети, разбросанные вещи и сидящая в углу со стеклянным взглядом жена. Друзья посоветовали показать ее врачу, специалисту по нервным болезням. Какие нервы, сказал грустно доктор. Здесь дело гораздо серьезнее. И диагноз был очень страшный. Диагноз звучал шизофрения. А потом она находилась в таком состоянии, что была неспособна уже кого-то узнать. Сначала Донара лечилась в Армении. Потом Макарчан перевез ее в дорогую клинику во Франции. Там условия были гораздо лучше, чем в советских психушках. Он стал отцом-одиночкой. Врачи сказали, что Донара никогда не вернется к нормальной жизни и, скорее всего, до конца своих дней пробудет в психиатрической больнице. Как и многие другие люди в стрессовой ситуации, в качестве антидепрессанта актер выбрал алкоголь. Он был глубоко тяжелым, запущенным алкоголиком. Любил выпить, это мы с вами. А Фрунзик – это другая история. Это болезнь. Во время съемок фильма «Мимино» Макарчана чуть не сняли с роли. Знаменитый танец в красной рубахе он исполняет пьяным. И к съемкам этой сцены режиссеру Георгию Донелли уже надоело работать с человеком, который еле держится в кадре на ногах. Донелли его отозвала и сказала, что ты пьяный, это видно на пленке, это все бывает видно, поэтому я тебе приказываю. Вот у тебя договор на 12 дней, и чтобы 12 дней ты не брал в рот ни одной капли. Макарчан подчинился и съемки фильма закончил в абсолютной трезвости. Боялся потерять работу и заработать славу артиста, с которым связываться не стоит. Ему очень нужны были деньги. Пребывание больной жены во Франции стоило дорого. У Фрунзика была достаточно сложная семейная жизнь. И я думаю, что он интуитивно искал кого-то, кто бы составил ему, может быть, его семейное счастье. Да мне все ясно. Чего? Ты без меня жить не можешь. Да? Нет, могу. Нет. И в этом смысле, конечно, Галя, в которой влюблена была вся съемочная группа, вот эта красивая, нежная, можно сказать, пушистая Галина Польских, конечно, идеал женщины русской. Но влюбленность Макарчана в Галину Польских осталась без ответа. Найти женщину, которая приняла бы его со всеми проблемами, актеру было очень сложно. Но когда его дети уже стали взрослыми, он получил разрешение на заочный развод с больной Донарой и решил связать свою судьбу с Тамарой Аганисян, дочерью председателя Союза писателей Армении. Но дочь сказала, что при живой матери жениться нельзя. Вдруг стали такие же симптомы проявляться у сына. И когда Фрунзик отправился с возгеном к врачу, то сказали, вот тоже, тоже шизофреник. В итоге сын Фрунзика Макарчана оказался в той же психиатрической клинике, в которой давно лежала его мать. И говорят, что как-то они встретились, но не узнали друг друга. С дочерью душевной близости у Макарчана не было. Она так и не смогла принять новый брак отца. В последние годы своей жизни актер в кино снимался очень редко. Пытался организовать в Ереване собственный театр, но это оказалось слишком сложно. Фрунзик Макарчан даже не знал, что находится в прединфарктном состоянии. Приступ случился во сне. И надорванное бесконечными переживаниями сердце актера остановилось в 1993 году. Одинокое отцовство – огромная жертва. И возможно, что дети вырастут и ее не оценят. Но психологи говорят, что отцы-одиночки, которые не отдали своих детей роднее и уж тем более в детдом, гораздо ответственнее и нежнее относятся к своим детям, чем одинокие мамы. Это настоящая любовь и редкая преданность. До перестройки в Советском Союзе было всего 30 тысяч отцов, которые воспитывали своих детей одни. Сегодня отцов-одиночек уже 2,5 миллиона. И число их растет. Дети все чаще заявляют в суде, что хотели бы остаться с папой. И в отличие от советских времен, им идут навстречу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова